Накануне в Киеве прошло совместное заседание президиума коллегии Министерства здравоохранения и Совета организации ветеранов Украины по вопросам медицинского обслуживания данной категории граждан. Региональным управлением поручили взять под личный контроль обеспечение пожилых людей лекарственными средствами, необходимой медицинской аппаратурой, а также расширить практику работы выездных фельдшерских бригад в сельской местности. Виктор Пологов доложил на сегодняшний день. Почти в каждом отделении городских медучреждений есть палата для ветеранов. Всего около 220 коек. А в третьей горбольнице уже 12 лет пожилые люди получают помощь в специализированном отделении. В мае там был сделан капитальный ремонт и открыто 15 дополнительных коек. Мощность этого отделения составляет уже 65 коек. И при этом в бюджете предусмотрены средства 1 588 000 для того, чтобы обеспечить в полном объеме безоплатно и медикаментозное лечение, и питание ветеранов войны, которые находятся в этом отделении. Текущее положение дел по обеспечению медикаментами и амбулаторным лечением ветеранов в городских больницах оставляет желать лучшего. В 2013 году из бюджета было выделено 1 560 000 гривен. Виктор Пологов поручил взять руководителям лечебных заведений под личный контроль обеспечения палат ветеранов войны необходимыми средствами. Следующий пункт, предусмотренный программой «Ветеран» – направление пожилых людей на лечение в научно-исследовательские институты Академии медицинских наук в соответствии с утвержденной квотой. К нам стали поступать сигналы, приезжают пациенты и говорят, мы приехали по квоте, а нам предложили оплатить медикаменты, нам предложили оплатить шовный материал, перевязочный материал и так дальше. Управление здравоохранения направило соответствующее письмо президенту Академии медицинских наук Сергею Андрею Михайловичу с просьбой навести порядок в исполнении меморандума со стороны институтов Академии меднаук. Также начальник управления здравоохранения представил план 2013 года на стационарное лечение и протезирование ветеранов. В специализированном отделении третьей горбольницы запланировано пролечить 1200 человек. На зубопротезирование в этом году было выделено 580 тысяч гривен, и 143 ветерана уже воспользовались услугой. Со слуховыми аппаратами вопрос также решен. Управление здравоохранения решило запастись приборами впрок и закупить около 100 ультрасовременных цифровых устройств. Есть помощь офтальмологам. На приобретение хрусталиков глаза в этом году было выделено 23 тысячи гривен. На данный момент прооперировано 19 ветеранов Великой Отечественной.